Я немножко хотела бы привести такой пример, буквально неделю назад. Это в отношении стандартов ГОСТа. Мы пошли в Киеве покупать обыкновенную сгущенную молоку. Какую сгущенку? Сгущенку побежали покупать мои сотрудники. В Киеве белорусскую, где четко написано ГОСТ, номер 78-го года. Потому что все мы знаем, что в Украине купить, говорят, это бесполезно, это там все по каким-то документам сделано и непонятно, что намешали туда. Наверное, всем уже это известно, да, система. Поэтому я бы здесь, как говорится, не хамила в отношении тех ГОСТов, которые были. Другое дело, что у нас действительно была система плановая, когда заставляли делать в плановой экономике такое количество продукции, что никак нельзя было сообразить, как выйти с этих планов. Сейчас уже все приватизировано, частно и собственные, все могут что угодно делать. Но что угодно делать, это должны делать по определенным параметрам, по какой-то определенной документации и гарантировать не только качество, гарантировать и качество, и безопасность той продукции, которая продается на рынках. Вот здесь я ждала ответ на главный вопрос, который мы постоянно ставим по непродовольственной группе товаров, в первую очередь, потому что мы занимаемся в сфере производства текстильной продукции, значит, кожевиной там и обуви. У нас, как правило, на все эти органы жалоб не поступает от наших предприятий. У нас одна главная проблема, которую мы видим сегодня на этом рынке Украины, я бы не сказала, просто всеобъемлющим базаром, а не рынком, одна проблема – разные отношения, разные требования, разные условия конкуренции. Что касается, вот, допустим, стандартов, здесь нигде это не видно и не торжено. Ведь всем вы знаете, всем абсолютно известно, требования в соответствии с нашими законами к нашему производителю четкие. Значит, нужно, ну, это закон про захист поживающих, да, мы уже одни раз-то говорили. Четко у нас должно быть обязательно на маркировке, указана маркировка, где сказано предприятие, по какой документации изготовлен тот или иной изделие, должно быть обязательно указано элементарное содержание, что там находится, например, у нас какие волокна. Много чего указано, и фирма, и адрес. Это отечественные производители, про которые мы так печемся. Но здесь вот мне кажется, что про него особо там нет заботы. Сходите на рынок и спросите себя, почему сегодня продается продукция или изделие наше с маркировкой никакой. Просто висит какой-то шматок и написано, че английскую мову, немецкую, французскую и так далее, латинскими буквами, какая-то фирма. На ярлыке не указано ничего. Никто производитель, ни дату, никакая документация, какое вложение химических нитей, волокон и тому подобное, пятое и десятое. То, что, в общем-то, элементарно интересует покупателя. Нет этого. И в законе. Там сказано все требования к отечественному производителю. Я вот хотела бы спросить, все-таки такие серьезные организации, давайте все-таки будем обращать внимание на то, что идет в Украину и почему такая разница требует. Предприятия в любой момент могут пойти проверить. Ну, за десять дней, неважно за какое время. Оно есть на месте, оно работает. Там абсолютно по канали. Сегодня тенизация идет и в этом плане. Уже производители отечественные стали то же самое, не указывать, не показывать. Как будет все это проверяться? Ну, вот здесь товарищ говорил о том, что будут отвечать. Я очень глубоко сомневаюсь, если не будет изменено. А что изменено? Как можно сегодня, значит, сделать проверку и какие приняты меры? Вы знаете, в податковом кодексе 14-й раздел после Байдана убрали. А там было четко сказано, что мы и мы говорим о том, что каждый предприниматель, любой предприниматель, должен иметь элементарно хотя бы накладную, откуда поступила продукция. с Германией, с Чехией, с Китаем или с нашего какого-то предприятия. Должен быть элементарный документ. Его нет и его никто не требует. Нет чека, потому что тоже это невозможно. Значит, приобретая продукцию, какая может быть защита того потребителя, когда обратиться нельзя. Почему эти острые моменты, они же коренные и главные сегодня, чтобы навести порядок и сказать, что не мы вот боремся производителя против своих же предпринимателей и продавцов. Нет. Мы же говорим защиту их. Пусть продают, но продают в гарантированном качестве продукции. Этого здесь нигде. Я уже неоднократно говорила на эту тему. Почему-то замалчивается то, что сегодня есть. Импортная продукция нас захлестнула. Под импортную продукцию сегодня производители начали тоже, непонятно как, ну не производители, а чаще всего продавцы, клеят любые руки. Ответственности нет. Вот коренные, да, спрощенная система. Да, там ничего не надо менять. Надо единственное, чтобы были элементарные, первый документ. Откуда через таможню все же можно проводить, контрабандно ругать эту таможню каждый день бесконечно. Но если на рынке идет беспардонная торговля, безответственная торговля, ничего провести невозможно. Хоть на каждом метре поставить таможенника. Все идет с рынка. Рыночный надзор должен быть. Но давайте про рыночный надзор говорить серьезно. И ставить те вопросы, которые требуют решения. Без решения этих вопросов этот новый закон, два закона, они будут лежать, как и до этого было. 20 лет мы творим законы, творим какие-то дела, делаем новые структуры, меняем еще кого-то на что-то, а результат все дольше, все хуже и хуже. Что у нас уже 7 миллионов безработных, и опять поедут его работать, потому что там четко работает система. А мы бы хотели, производители, чтобы такие вот серьезные центры перспективных доследований, которые мы сегодня говорили, в чем проблема? Не в том, что нет закона, не в том же, а вот какие надо главные вопросы решить, чтобы были все в равных условиях конкуренции, не давать преимущества на рынке Украины импортной продукции, не давать преимущества тем бизнесменам, которые сегодня просто действительно издеваются, травят людей. Вот какие элементарные требования. Вот эти вот исследования надо было бы сделать, конечно, и сказать, как, сколько у нас населения, почему у нас 90% больных детей, на каком они, почему они имеют такие искривления, почему там 5-е, 10-е. Наверное, вот о чем нужно говорить. И стать истоки. Истоки есть, мы можем помочь этими истоками. И тогда законы будут действовать. А так они пустой бумажкой, ответственны все равно в такой ситуации. Я сомневаюсь, чтобы мы нашли. Мы надеемся, честно говоря, но уже как-то оптимизма многих сегодня и нет. Я хотела бы подякувать вам. Хочу, чтобы вы посмотрели на то, как описано его с полной повагой, с тем, что он працювал очень мощно в системе, которая была совсем нечая. По-перше, то есть в Зеленой Кризе описано детали. Очевидно, не можно говорить о том, что мы уже говорили о Зеленой Кризе, о том, что книга «Проблемы». И это очень детально все говорилось. Какие есть симптомы, какие проблемы, почему не может так решаться. Но когда мы сегодня говорим о способе, оцем институционного решения, то оно для вас является. Но сейчас я хотела бы спросить о том, что такое рейховый налет. И если рейховый налет не является по-зямо, то ставить в особенную позицию импортного налетов? Ну, на рахунок этого просто, как идеологично я выступаю за рівень с конференцией, там, ну, про то, что я знаю, в принципе, в принципе, в принципе, в стране похожее, но государство не должна ставить. Ну, это моя идеологическая позиция, я сразу поясню, просто, чтобы не было меня по-зямо. На рахунок, на рахунок, другого. То есть, то, что рейховый налет из-за 2 законов, на самом деле, так же они не выделяют, не ставят привиллево на становище, там, вичезненную продукцию, сравнивая с импортным. Это так же понятно, если бы они просто не были подписаны, потому что это преимущество в Конституции.